Еще три главных боя сегодняшнего шоу. Нам представлено... В синем углу ремня, боксер из города Мандальон, Филиппины. Ему 27 лет, рост 170 сантиметров. Намного больше боев провел Леонардо Доронио, хотя на три года он младше Павла Марикова. 10 побед нокаутом, 12 поражений, 3 вещи. Соискатель титула WBC Латина 2016 года. Претенгент на лакантный титул WBC ABCL Silver Леонардо Тото Доронио. Ну вот такой он, Леонардо Доронио. Пытался завоевать так же бой в WBC, но не младзиадский. Россия, ему 30 лет. Латинский, но тоже неудачно. Посмотрим, насколько сегодня это ему удастся или нет. Павел Маликов. 7 побед. Одна победа на рампу. Непобежденный пока еще боксер и жилерец. В России 2016 года претендент на лакантный титул WBC ABCL Silver Павел Маликов. Допоминаю, это легкий вес, друзья. Лимит этой весовой категории 61,2 килограмма. Рефери в ринге Александр Калинкин. Один из самых лучших судей в российском боксе, да не только в российском. Человек обладает огромной репутацией. Действительно высококлассный судья. И бывший боксер-любитель. Прославленный боксер. Итак, первый раунд, друзья. Первый раунд и в определенном смысле вторая стадия карьеры для Павла Маликова. Был у него перерыв. В 2010 году он прервал выступление. В 2015 возобновил. Провел три боя с того момента. Один из них уже в этом году. И вот сейчас он снова выходит на ринг. Бой за вакантный титул. WBC. Азиатского боксерского совета. В легком весе. Филиппинец. Вообще боксеры из Филиппина. Несмотря на то, сколько у них побед, поражений. Это вообще не имеет никакого значения. Они всегда упорно сражаются. Дерутся до конца. И иногда могут огорчить местного фаворита или местного любимца. Ну, потом боксеры из Филиппина. Это вообще своеобразный бренд такой. Потому что бокс необычайно популярен в этой стране. Ну, и вы все прекрасно знаете. И Менни Пакияо, и Нанитра Данейра. Выдающихся спортсменов именно из этой страны. Так, джебом в область туловища работает Павел Маликов. Но пока поединок получается спокойным. Спортсмены присматриваются. Вроде бы вперед идет Филиппинец. Но это скорее потому, что Маликов сам ему отдает пространство. Ну, и смотрит, что будет делать соперник. Смотрит, как можно контратаковать. Что можно сделать. Справа пытался Маликов атаковать. Но не получилось. Двойной джеб. Тройной даже джеб. Дороне немного выбрасывает ударов. Но так вот как-то нависает над соперником. Пытается его подавить. Именно вот так внешне. Чисто создать такую угрозу без ударов. Невысокий темп. Ну, это первый раунд, друзья. Во-первых, 12 раундов это максимальная дистанция в профессиональном боксе. Поэтому никто, как правило, не летит вперед с самого начала. Хотя бывают исключения, безусловно. А тут, тем более, бойцы практически ничего не знают друг о друге. И все это надо выяснить вот здесь, в ринге. И понять. И потом уже делать соответствующие выводы и действия. Плохо, плотно сейчас приложился Маликов в конце в корпус. Второй раунд. Раунд номер два, друзья. Напоминаю. Бой за титул азиатского серебряного чемпиона по версии сибирно-боксерского сабьета. В легком весе Павел Маликов, Россия. Город Люберцы, Подмосковье. Против гостя из Филиппин, Леонардо Доронио. Первый раунд не дал особой пищи для размышлений. Боксеры присматривались друг к другу. Ничего такого особенного не происходило. Мы не видели точных попаданий. Но, как говорится, все впереди. Никто никуда не спешит. Маликов пытается, пытается найти подходы. В конце неплохо. Вот в конце предыдущего раунда все-таки он сумел положить свою перчатку в корпус соперника. Ну, а по филиппинским боксерам вообще трудно понять, что у них на душе, какое их состояние. Они такие невозможно. Тема неплохая, очень неплохая серия из коротких прямых ударов в исполнении Павла Маликова. И некоторые из них точно легли в цель. Но здесь самое главное – тонко чувствовать момент. Потому что, если ты не потряс своего соперника, то можно нарваться и на встречную атаку. Поэтому очень аккуратно нужно проводить эти атаки. Ну, здесь для Павла Маликова все. Все удачно. Кончилось хорошо. И атака была хорошей. И соперники чем не ответил. Атака молниеносная, можно сказать, была. Кстати говоря, Павел Маликов за всю свою предыдущую профессиональную карьеру на ринге провел 36 раундов. А сейчас ему вот треть от этой дистанции нужно провести в этом бою. То есть примерно по 5 раундов на бой до этого у него было. Да, серьезный экзамен у Павла. Тем более на кону титул. Не сам уж завалящий, как говорится, все-таки. По версии Всемирного боксерского совета, хоть и азиатский, хоть и серебрый. Да, и плюс соперник, опять же, филиппинцы. Им свойственно очень высокая выносливость. Поэтому с этой точки зрения нужно быть Павлу очень внимательным, очень грамотно расходовать вот свои силы. Так вот дозированно, я бы сказал. Неожиданно выбрасывает одиночный удар филиппинский боксер. Снова неплохо. Отличный джеб от Павла Маликова. Встроенный джеб такой. Не первый раз он демонстрирует вот это умение наносить. Хорошие, плотные удары, прямые удары передней рукой. Соответственно, левой рукой. И опять они легли в цель, что самое главное. И очень так здорово. Даже чисто внешне, да, с точки зрения зрелищности. КОНЕЦ Третий раунд, друзья. В нашем 12-раундном противостоянии. Второй раунд, на мой взгляд, был поинтереснее уже. И что особенно приятно, в нем лучше смотрелся российский боксер. Да, прибавил обороты Павел Маликов. Хорошие были комбинации в его исполнении. Самое главное, быстрые, точные. Снова вот этот встроенный джеб. И сейчас ноги включает Маликов. Двигается на ногах, так на челноке. Пытается где-то даже раздергать своего соперника и провести внезапную атаку. Да пожестче. Хороший левый боковой. Передняя рука сегодня у Луна Маликова работает просто идеально. Пока. Ну, настало тогда время подключать и заднюю, так называемую, руку. Правую в данном случае. Вот она, правая в действии. Пожалуйста. Вы просили, получите. Спасибо. Хотелось бы еще, потому что все-таки филиппинец... Говорится, не сглазит, но Маликов пока сегодня смотрится в ринге очень неплохо. Вот мы с вами уже, если я правильно помню, два боя Павла Маликова комментировали до этого. И вот сейчас он смотрится в Академии бокса. И сейчас он просто намного лучше выглядит, чем то, что он показал в предыдущих боях. Он сейчас просто зрелый, хороший борщик. Рост. Причем прошлый бой-то был в феврале этого года. Не так давно. Но совершенно другой Павел Маликов сейчас вышел на ринг. Но опять же мотивация. Вот сейчас справа пропускает Маликов. Филиппинец, конечно, он всегда будет опасен. Вплоть до самых последних секунд поединка. Но, видимо, мотивация тоже играет свою роль. И Павел здорово проводит этот бой. Даже несмотря вот на эти маленькие неприятные эпизоды в этом раунде. Но он был единственный эпизод. Ну да, по сути, единственный. Защита корпусом. И опять многоударная комбинация джебом левый боковой. И левый боковой снова в догонку и правый. Потрясает филиппиницу. Еще добавить, еще добавить. Справа попадает Аперкоп. Филиппинец держится. Еще левый боковой. Не падает, не падает. Донорио. Он пропускает еще один боковой удар. Да, держалка солидная у филиппинского боксера. Такие пропущенные удары. И он на ногах удивительно. Но очень великолепно провел эту часть раунда Павел Маликов. Остается 10 секунд до конца этого. Нокдаун. Удар в туловище. Так, и встает филиппинец. Что будет? Если он не повернется, рефери может остановить бой. Все таки есть. Нет, нет, не будет продолжать. Все ясно. Бой окончен, друзья. Все, это победа техническим нокаутом в третьем раунде для Павла Маликова. Ну, не ожидал я вот такой победы, вы знаете. Соперник был отнюдь непростой, но Павел Маликов просто выше головы прыгнул себя. Он сегодня показал просто очень здорово. Да, я думал, что вот-вот прозвучит гонг, где филиппинец уйдет на своих ногах. Но по 7 минуту удар по корпусу решил исход этого боя. Молодец. Павел Маликов, обладатель пояса WBC Silver. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!